МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями вторника вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Смотрите сегодня. Во имя пациента. Поликлиники республиканского клинического онкодиспансера завершили ремонт. Два капитана вне закона. Судебные приставы приостановили строительство торгово-административного комплекса в Чебоксарах. Екатерининские березы в Красноармейском районе открыли музей-дорогу. В поликлинике республиканского клинического онкологического диспансера закончили ремонт. Главе Чувашии показали, в каких условиях проходят теперь лечение пациенты. При таком серьезном диагнозе, как онкология, главная квалифицированная доступная медпомощь и настрой. И обшарпанные стены оптимизма еще никому не добавляли. Теперь поликлиника республиканского онкологического диспансера выглядит так. Это современное медицинское учреждение, которое соответствует всем нормативам и требованиям. То, что здесь сделали, можно назвать даже не ремонтом, а скорее модернизацией. Изменился не просто внешний вид здания. Сформирована новая система работы. Время приема продлили до 8 вечера. Внедрили электронную регистратуру и поэтапно внедряют электронную систему управления очередью. Это, опять же, направлено на то, что пациент не ждал в очереди. Он пришел, получил талончик, пошел, получил как бы вот эту помощь. Безусловно, это не решается одним днем. Надо обязательно, чтобы менялся менталитет не только врача, но и менталитет пациента. Одно из направлений работы диспансера – это профилактика на выезде. Мобильные группы выезжают в районы республики. В последнее время у нас онкопатруль бывает. Достаточно часто выезжают и в районы, мамологический контроль делают, скрининг. Я вот как заведующий отделением лучевой терапии вижу, что с первой стадии сейчас достаточно много поступало. Если раньше это была вторая, третья, даже иногда четвертая стадия, а сейчас первая стадия. Это, конечно, радует, потому что с первой стадии вылечить это намного легче, и хирурги уже оперируют, делают радикальную резекцию. Справляться с тревогой и страхами помогает в Центре психологической разгрузки. Он расположен здесь же, в поликлинике. Специалисты ведут пациентов на протяжении всего лечения. В лаборатории поликлиники Михаилу Игнатьеву продемонстрировали новое оборудование, которое позволяет дистанционно консультироваться по поводу результатов анализов с коллегами из других регионов. Мы не только данный объект здравоохранения отремонтировали, мы многие объекты отремонтировали, у нас еще где-то осталось, поэтому мы программу капитального ремонта объектов здравоохранения не сворачиваем. По возможности наличия финансовых средств будем организовывать эту работу. Мы почти что вложили сюда 28 миллионов рублей за буквально полтора года, но максимум два года. Отремонтировали, создали условия, во-первых, для работы самих медиков, медперсонала, ну и комфортные условия. Сейчас в республике строится новый хирургический корпус онкологического диспансера. Первые операции там планируют провести в конце 2016 года. Если бы не было финансирования из республиканского бюджета, не было бы готовности объекта на уровне 70%. Привлечь дополнительные средства из федерального бюджета было бы очень сложно. На протяжении пяти лет в Чувашии успешно реализуется национальная стратегия действий в интересах детей. Республика вошла в топ-10 рейтинга российских регионов, благополучных для жизни детей, а также в число лидеров по семейному устройству в Российской Федерации. О ходе реализации стратегии говорили на очередном заседании Координационного совета при главе Чувашии. Программа рассчитана до 2017 года. В нее вошли разные направления работы, направленные на создание благополучной среды для жизни детей. В их числе достаточное количество мест в дошкольных учреждениях строительства современных школ. На это выделяется почти одна треть республиканского бюджета. Мы практически разрешили проблему очередей детские сады, создали 22 200 мест для детей. Другое направление профилактика детской смертности. Ее коэффициент за прошедшие три года снизился на 15%. Специалисты говорят о разных причинах смерти детей. Но трагедии можно было бы избежать, если бы рядом были взрослые. И это так называемые управляемые причины. От них в прошлом году погибли 62 ребенка. А ведь правильные действия взрослых, их неравнодушие, помогли бы избежать несчастных случаев. На заседании Корсовета были определены дополнительные меры по защите детей. Родион Архипов, Сергей Рябчиков, Республика. Сотрудники столичной администрации сегодня проверили, как соблюдают аптеки добровольные соглашения о непродажах спирт, содержащих жидкостей определенному контингенту лиц. Адреса, где до сих пор торгуют так называемыми фанфуриками, далее жители ближайших домов. Несмотря на взятые обязательства, продавцы отказываются их соблюдать. В этой аптеке по улице Шумилова спиртосодержащие жидкости реализовали покупателям прямо на глазах проверяющих. Все наши сотрудники администрации районной и администрации города Чебоксары, сотрудники, мы выехали на рейд, проверяем все аптеки. У кого есть фанфурики, кто реализует, кто не реализует. Поэтому вот сегодня только что вы реализовали асептали. Жители микрорайона жалуются, что клиенты этой точки распивают настойки в соседних дворах. Профилактические беседы результаты не дали. На этот раз в Чебоксарскую администрацию пригласят и руководителей аптек, которые так и не подписали меморандум о нераспространении настоек. Такие рейды будут продолжаться до тех пор, пока в этой сфере не удастся навести порядок. В результате у нас подписали от 30 аптечных сетей, всего 19 аптечных сетей подписали меморандум. Но остальные любыми путями они у нас отникивались и подписано не было меморандума. Данная проблема у нас поднимается в адрес руководителей главы города, главы администрации на проекте «Открытый город». Например, при встречах на информационных днях жители города все-таки продолжают жаловаться на реализацию фанфуриков аптечными сетями. 9 апреля в Чебоксарах стартует месячник по реализации сельхозпродукции. Постановление об этом подписал глава столичной администрации Алексей Ладоков. Торжественное открытие ярмарки пройдет на территории торговых комплексов Николаевский, Северная и Дар. По традиции сельхозтоваропроизводителям будут предоставлены бесплатные торговые места, а покупатели смогут приобрести продукцию по приемлемым ценам. Ветеранам, пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям будет организована бесплатная доставка сельхозпродукции до места проживания. Ярмарка продлится до 21 мая включительно. В столице республики судебные приставы приостановили строительство печально известного комплекса «Два капитана». Работы были заморожены на 60 суток. Страсти вокруг возведения офисного центра на улице Энгельса в столице республики кипят уже не первый год. Подробности в репортаже Дмитрия Ковалева. Против строительства комплекса «Два капитана» выступали рядовые горожане и чебоксарские депутаты. Несмотря ни на что, работы продолжались, разрешения застройщики добились через суд. На этот раз против их деятельности выступила Эфемида. Иск регионального минстроя был полностью удовлетворен арбитражным судом. Специалисты выявили, что рабочие возводили офисный центр с серьезными нарушениями. На строительной площадке уже начал обрушаться вырытый котлован. Повреждена подъездная дорога к 4-й гимназии. Ситуацию с дорогой под свой контроль взяли в администрации города. Пока мы провели определенный мероприятие, уменьшили нагрузку на подпорную стенку. То есть, считаем, что каких-либо критических моментов здесь нет. Угроз жизни не существует. Проезд мы организовали по прилегающей пешеходной зоне. Временный проезд. Исполнительное производство уже передали застройщикам. Если в течение 60 суток работы возобновятся, то на руководителя строительной организации наложат и административные штрафы. Между тем, в отношении директора компании, которая возводит офисный центр «Два капитана», свою проверку проводит комиссия по этике Чебоксарского собрания депутатов. Алексей Лапин получил мандат во время прошлогодних выборов. А теперь он может лишиться своего кресла. Об этом говорили участники Координационного совета по правопорядку. По тому объекту, который он планировал устроить и ввел заблуждение людей, значит, я думаю, правоохранительные органы разобрались. И было судебное свидание, где его признали виновным. Ну и, соответственно, он попал под амнистию. Значит, сегодня комиссия по этике Чебоксарского городского собрания депутатов выносит на рассмотрение собрания депутатов о лишении его этого мандата в соответствии с действующим законодательством. Понятно, наверное, он это все будет обжаловать, но мы надеемся, что судебные органы в этом разберутся. Глава Чуваши отметил, что в республике и дальше будут пресекать попытки людей с криминальным прошлым пробраться во власть. Это мы надлежащим образом делали. Есть изменения в действующем избирательном законодательстве. Те кандидаты, которые совершали какие-то преступления, правонарушения, они зарегистрированы не будут. Дмитрий Ковалев, Россия Мухаммедов и Игорь Зверев. Республика. Роструд опубликовал календарь майских выходных. Они начнутся уже 30 апреля в субботу. И отдыхать россияне будут 4 дня подряд до 3 мая. Праздничный день 1 мая приходится на воскресенье, поэтому нерабочим будет и понедельник 2 мая. Во вторник тоже отдыхаем, поскольку на этот день перенесся выходной со 2 января 2016 года, приходившийся на субботу. 4, 5 и 6 мая – обычные рабочие дни. В связи с празднованием Дня Победы в этом году у россиян будет 3 выходных дня подряд с 7 по 9 мая. С 10 мая в 2016 году начинается короткая 4-дневная рабочая неделя. И дальше до конца мая переносов выходных праздничных дней не будет. В Чувашии стремительно развивается туристическая отрасль. В рамках создания экскурсионных маршрутов каждый район ищет что-то новое и интересное. Вот и в Красноармейском районе появился уникальный музей. Еще на уроках истории нам рассказывали о старинном сухопутном пути, проходившем из европейской части России через Сибирь к границам Китая. Большой сибирский тракт проходил и через Чувашскую деревню Анаткасы. Появление в 18 веке тракта послужило оживлению жизни в деревнях, находящихся вблизи него. Появилось несколько крупных сельских ярмарок. По тракту шел обмен товарами между губерниями. Тракт не только кормил людей, но и способствовал культурному развитию. По нему везли книги. Это был единственный путь, по которому на восток двигались служилые люди. Купцы, переселенцы и путешественники. Поначалу дорога представляла собой череду верстовых столбов, переправ через реки и горы. Чтобы путники не плутали снег и непогоду, императрица Екатерина II распорядилась высадить вдоль тракта березы. Деревья должны были предохранять тракт от снежных заносов. Эти старые березы, которые в народе так и называли екатерининскими, в единичных экземплярах встречаются и сегодня. Жители Большейшадьминского сельского поселения построили музей на историческом месте. В течение времени здесь все изменилось. Не осталось ни берез, ничего. Но историю надо сохранить, историю надо беречь. Музей создали из старого амбара. Мы с помощью населения собрали, установили, верстовой столб поставили, карту заказали, поставили. Во внутреннем убранстве музея памятника представлены предметы быта древних чувашей – нарядные костюмы и орудия труда. Чуваши всегда отличались гостеприимством. И три века назад жители деревни Надкосы пускали в дом путешественников, обогревали, давали им кровь и еду. Пока в доме-музее совсем немного посетителей. Преимущественно заходят местные. Этим летом администрация и жители района планируют дополнить дворовую территорию дома-музея новыми экспонатами. Дарина Игнатьева, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика. В Чувашском художественном музее подвели итоги республиканского конкурса имени Ильи Юрьева. Конкурс детских рисунков «Как прекрасен этот мир» проводится в 15-й раз и в этом году получил статус международного. На днях Ильи Юрьеву исполнилось бы 80 лет. В этом году на конкурс было представлено более 500 работ из 27 художественных школ Чувашии, России, Белоруссии и Казахстана. Возраст участников от 5 до 17 лет. Тема конкурса этого года – творческое наследие народного художника Чувашии, автора государственных символов Чувашской республики. Жюри, в состав которого вошли преподаватели средних и высших профессиональных образовательных учреждений, заслуженные художники России и Чувашии, определила победителей в четырех возрастных группах по в Дум номинации. «Как прекрасен этот мир» для участников в 5-17 лет и дипломная работа для выпускников художественных школ и школ искусств. Члены жюри отметили высокий уровень исполнения детских работ, богатую фантазию авторов, профессионализм и индивидуальность. Среди лауреатов и дипломантов конкурса – представители школ дополнительного образования регионов Российской Федерации, Казахстана и Беларуси. Наши корреспонденты рассказывают вам о происшествиях и интересных событиях, но в этот раз они сами стали героями репортажа. Мои коллеги принимают участие в специальном проекте от школы танцев «Аста-дэнс». До финала, который состоится 3 апреля, им предстоит освоить три танца. И сейчас они усиленно тренируются. Подробности из танцевального зала у Ольги Пырочкиной. По ночам им снятся выученные танцевальные вариации. На эскалаторе они качают стопы, по городу перемещаются только с выпранными коленями. А после работы между свиданием и тренировкой выбирают тренировку. Мои коллеги на глазах превращаются в типичных танцоров бальных спортивных танцев. Впрочем, вы сейчас сами все увидите. Ведущие новостей, корреспондента национального телевидения «Чуваши» Юлия Важенина и Алена Алтухова сейчас все свободное от работы время проводят в танцевальном зале. Вместе с другими участниками проекта они учат румбу, самбу и ча-ча-ча. Как ча-ча? Прекрасно. А самое сложное? Самое сложное? Наверное, не забыть все вариации и попасть в ритм. И, кстати, самое главное – слушать партнера. Я очень часто люблю своевольно что-то делать. Я обожаю щелкать, даже сегодня мой тренер ругает. Продемонстрировать, чему они научились, им предстоит на турнире уже в это воскресенье, 3 апреля. Времени на тренировке осталось мало, и его девушки зря не теряют. Готовлюсь не только на работе, я готовлюсь и дома. Я даже готовлюсь в магазине. Иду там, слышу, музыка идет. И такая, дома сейчас надо, надо начинать танцевать. Раз, два, три, четыре. Мне нравится соло-поворот. Поворачиваются, волосы такие летят по ветру. Я все такая воздушная. И партнеру по лицу волосы? Не знаю. Но он, думаю, доволен. Журналисты, экономисты, преподаватели, проектировщики. Проект как нельзя лучше демонстрирует. Танцам все профессии покорны. Знакомьтесь, инженер научного предприятия и бухгалтер. А сейчас просто партнеры Стас и Оксана. Танцами я занималась в детстве. И всю жизнь очень скучала по танцам. А когда увидела, что здесь открылась студия такая от бальных танцев, я просто сразу пришла. И два года я здесь занимаюсь. Любимый танец – это румба. Это чувство. Это очень-очень красивый танец. Сложно, наверное, вот вместе с партнершей понять, что она хочет, в какое движение хочется идти. Не то, что партнер ведет, а уже почувствовать партнершу. Ну и, наверное, не отвлекаться. На красивых держках вокруг, я правильно понимаю? Для бухгалтера Натальи танцы – одно из многочисленных хобби. Для ее партнера – проектировщика дорог – возможность больше двигаться. Пришел в танцы, хотелось двигаться, немножко развить способность координации пластика. На турнире, который состоится 3 апреля, пары будут соревноваться в нескольких категориях. К примеру, наши Юлия и Алена в категории «Про-М». Это когда в паре стоят любитель и профессионал. Чем хорош формат «Про-М», когда в паре профессионалы и любитель стоят. То есть практически за 3 недели мы можем результат выдать на лицо. Мне все говорят, у меня не получится, я никогда не танцевала, я ничего не могу. Я деревянный, я худой, я наоборот не худой, я большой, я маленький. Всячески. Получается у всех. Что ж, болеем за наших девушек и желаем всем участникам легкого паркета. Следите за эфиром национального телевидения «Чувашия». Ольга Пырычкина, Олег Якимов. Республика. Ваши руки здесь! Такой была эта среда глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения «Чувашия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова